В большинстве этих русских языков Сара – Желтый, Тау – Гора. Эта Желтая Гора сейчас называется Соколовая, а ее прежнее, татаро-монгольское название, взял себе город – Саратов. У этого волжского города есть уникальная возможность трижды праздновать свой день рождения, ведь он и основывался трижды – в 1590, 1617 и 1674 году. Каждый раз после пожара на новом месте. Неизменными оставались лишь близость Волги и Скаловой горы. На областном гербе три стерляди. Изобильна была Волга в этих краях, а еще изобильнее земля. Только здесь растет уникальный сорт пшеницы белотурка. Исключительно из нее можно испечь легендарный саратовский калач. Высокий каравай легко продавливается до самого дна, но уже через пару секунд возвращает прежнюю форму. Зерном, паровыми мельницами, мукой славился Саратов на всю Европу. Хлеб из местной муки пекли в императорских домах Старого Света. Даже лучшие спагетти в Италии делались из саратовской пшеницы. Губернатором долгое время был будущий премьер-министр страны, аграрный реформатор Петр Столыпин. Богатый край стремился и к богатству духовному. В начале 20 века здесь был основан университет. Он стал последним в Российской империи и десятым по счету в гигантском государстве. А саратовская консерватория и вовсе стала третьей, после Санкт-Петербургской и Московской. Еще до появления консерватории Саратов уже вошел в историю музыки, как родина уникальной саратовской гармонии с колокольчиками. А сама гармония родила уникальный музыкальный жанр – саратовские страдания. Здесь был основан первый в империи стационарный цирк. Сегодня Саратовская область – мощный промышленный центр с развитой нефтехимией, машиностроением, энергетикой. В Балаково работает атомная станция, а город Энгельс выбрали для места своего постоянного проживания медведи и белые лебеди. Так ласково называют летчики стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые могут облететь чуть ли не всю планету. По своей территории область больше иных европейских государств, например, Венгрии. Здесь в областном управлении и в 18 территориальных отделах трудятся 123 следователя и 14 следователей-криминалистов. Расследовать им приходится, как правило, тяжкие и особо тяжкие преступления. О многих из них. Так же, как и о работе саратовских следователей, узнала вся страна. 12 октября 2015 года в Орском районе города Саратова на бывшего сотрудника прокуратуры Максима Стадника возле его дома было совершено нападение. Неизвестный из револьвера с близкого расстояния выстрелил в голову. От полученного ранения мужчина, не приходя в сознание, скончался в больнице. С учетом характера преступления и личности погибшего, следствием были выдвинуты и проверялись различные версии, как связанные с его убийством на бытовой почве, близкими людьми, знакомыми и друзьями, так и в связи со службой потерпевшего в прошлом органах прокуратуры. По прошествии нескольких дней после трагедии, отцу погибшего с неизвестного абонентского номера стали приходить смс-сообщения с требованием заплатить 5 миллионов рублей за предоставление информации, способной раскрыть убийство сына. Отец Стадника предпринял попытки лично встретиться с абонентом, направившим эту информацию, но каждый раз их договоренности о встрече либо переносились на другое время, либо в оговоренное место никто не приходил. Следователи выданули версию о намерении неких лиц мошенническим путем под предлогом оказания содействия в установлении убийц завладеть крупной суммой денег. Через полгода новая трагедия. В гаражном массиве были обнаружены тела супругов Тарасовых, погибших от огнестрельных ранений. И вновь сестре убитого Дмитрия Тарасова стали поступать смс-сообщения с требованием заплатить 1 миллион рублей за информацию о убийцах. Сестра погибшего также попыталась выйти на контакт с лицом, осуществлявшим смс-переписку, но тот неожиданно прекратил с ней дальнейшее общение. Через год очередное громкое преступление. Убийство известного предпринимателя Джейхона Джафарова. Преступниками вновь использовалось огнестрельное оружие. Тот же револьвер, что и при нападении на Максима Стадника в 2015 году. Проведенный анализ соединения абонентского номера телефонной сотовой связи для отправки смс-сообщения отцу убитого Стадника позволил установить последовательную цепочку телефонных контактов. Она вывела на жителя города Энгельса Алексея Клусова. В отношении него было организовано проведение оперативно-технических мероприятий, в ходе которых зафиксированы его контакты с владельцем нескольких частных охранных предприятий Романом Селенко. А родственникам и друзьям покойного Джафарова стали поступать смс-сообщения с предложениями купить информацию об убийцах за 2 миллиона рублей. Не оставалось никаких сомнений. Эти требования выдвигаются к Клусовам и Селенко. Дальнейшие переговоры со злоумышленниками проходили под контролем со стороны сотрудников полиции. Для передачи денег Клусов и Селенко назначили родственникам Джафарова встречу в пустынной местности вблизи села Красный Яр. В назначенное время злоумышленники не явились, но предварительно на месте встречи они установили самодельное взрывное устройство, замаскированное под монитором компьютера. При обследовании данной территории сотрудникам правоохранительных органов произошел взрыв. В результате пострадали сотрудники полиции и Росгвардии, получившие ранения различной степени тяжести. Расследование уголовного дела по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота взрывных устройств поручено следственной группе отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, которые возглавил Иван Костенко. Селенко и Клусов были задержаны. В результате установления психологического контакта с задержанным Клусовым и грамотно спланированной тактики допроса от него получены подробные показания о деталях совершения покушения на убийство сотрудников полиции и Росгвардии. Также подозреваемая рассказала о совершении убийства Статника, супругов Тарасова, Джафарова и других тяжких и особо тяжких преступлений. При даче показаний Клусов изобличил других обвиняемых, отрицавших свою роль в этих преступлениях, сообщил о других преступных фактах, ранее неизвестных следственным органам. Эти показания позволили объединить все указанные преступные деяния, как совершенные одной преступной группой, в состав которой также входили возлюбленные Романа Селенко Юлия Быстрова и его сын Михаил Селенко. Группой выполнен большой объем следственной работы. Изъято более 15 единиц огнестрельного оружия, 4 взрывных устройства, множество боеприпасов, назначены и проведены более 75 судебных экспертиз, проведено более 150 допросов потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, более 20 обысков и выемок, 5 проверок показаний на месте, 5 очных ставок и другие необходимые следственные мероприятия. Материалы расследования уголовного дела составили 96 томов. Действия членов данной преступной группы квалифицированы как создание банды и участие в ней. У общей сложности им вменялось 13 умышленных преступлений, в их числе бандитизм, убийство, покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, уничтожение чужого имущества общеопасным способом. На этапе предварительного следствия главарь банды Роман Селенко скончался. В соответствии с действующим законодательством уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в Саратовский областной суд, которое прекратило его в связи со смертью обвиняемого. Приговором суда Клусову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Михаил Селенко приговорен к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Быстровой назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Еще одно дело, которым занимались следователи областного управления, имела общероссийский резонанс. В октябре 2019 года бесследно исчезла 9-летняя жительница Саратова Лиза Киселева. Она ушла в школу и пропала. В школе ее не видели, мобильный телефон не отвечал. Было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил в Саратов для оказания практической помощи следователей-криминалистов центрального аппарата. Они обследовали весь путь ребенка от дома до школы. Установили. Последний раз Лизу видели в гаражах. Решено было вскрывать все гаражи, все подряд. Разбившись на группы, возглавляемые сотрудниками главного управления криминалистики, вооружившись специальными средствами, гидравлическим инструментом, дисковыми пилами, ломами, начали масштабную работу, найти девочку. Было вскрыто и осмотрено более 200 гаражей. В ходе поисков в одной из урн неподалеку от гаражного массива был найден пакет со сменной обувью Лизы. Усилия сотрудников отдела криминалистики были брошены на отыскание камер видеонаблюдения. Одна из камер, размещенной на ближайшем доме, запечатлела мужчину, выбросившего обувь в урну. Все это лишь подтверждало, в отношении девочки совершено преступление. Сотрудники полиции наведались к 34-летнему, ранее неоднократно судимому Михаилу Туватину, жившему в том же районе. Он отпирался, говорил, что ничего даже не слышал о пропавшей девочке. Однако ему не верили. Слишком похож он был на мужчину, выбросившего обувь Лизы в урну. Грамотно выстроенная тактика допроса дала свои результаты. Туватин сознался. Он рассказал, что убил девочку, а тело спрятал в погребе одного из заброшенных гаражей, в который попасть можно было только через два замаскированных лаза, проникнув сначала в соседний гараж, затем перейдя в другой, и только после этого, добравшись до места, где он спрятал тело ребенка. Совершение каких-либо иных действий по отношению к девочке подозреваемый категорически отрицал, но при осмотре тела ребенка и последующей экспертизы были обнаружены биологические следы Туватина, что помогло в дальнейшем доказать совершение в отношении ребенка насильственных действий сексуального характера. Криминалисты вложили в проводимую работу весь свой опыт, боролись с закреплением каждого доказательства. В итоге, через 9 месяцев скрупулезного расследования обвиняемый предстал перед судом. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Саратовские страдания один из самых парадоксальных жанров русского фольклора. Это фактически те же частушки, но без гармонии. И поводы к этим строчкам всегда невеселые. Но авторы их говорят, кто поет свою боль, тот ее преодолевает в песне. Даже в самых богатых и благополучных краях все еще остается место для трагедии и боли, для того, чтобы зло было наказано, а боль не умножалась, работают многие люди. Среди них исследователи Саратовского областного управления Следственного комитета в их силах сделать так, чтобы многие скорби, печали и трагедии оставались только в фольклорных саратовских страданиях.